В этом году «Библия ночь» проходила под девизом «Читай кино». Андрей Тарковский называл кино «запечатленным временем» и говорил, что кино с литературой объединяет несравненная свобода, с какой художники имеют возможность обращаться с материалом, предоставляемым действительностью. Многие фильмы являются адаптациями романов, рассказов и повестей. С развитием киноиндустрии и появлением интернета могло показаться, что человечество перестанет читать старые добрые бумажные книги. Однако в начале 21 века возникло такое явление, как буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам художественного произведения. Благодаря ему, в том числе, удалось вновь сблизить читателя с литературой. Специалисты Центральной городской библиотеки также стремятся популяризировать чтение в нашем городе и уже в четвертый раз проводят конкурс буктрейлеров. В этом году он приурочен к юбилеям двух столиц. 65-летию Североморска и 100-летию Мурманска. Участники представили на суд жюри мини-фильмы о своей любимой книге про один из этих городов. На конкурс заявились пять претендентов. В результате победителями в номинации «Моя любимая книга о Североморске» стали Елена и Роман Кинзер, которые сняли ролик на стихи Ирины Ядринцевой. А в номинации «Моя любимая книга о Мурманске» первое место завоевал Егор Заварухин. В своем произведении он анонсировал азбуку для юных мурманчат. Кроме того, в социальной сети ВКонтакте было объявлено голосование. При зрительских симпатии достался Евгений Перфильевой и Вере Мелехиной. Мама и дочь сняли видеоролик по книге «Северный флот России». Все участники получили подарки и дипломы от Центральной городской библиотеки и отдела молодежи физкультуры и спорта администрации ЗАТО. Традиционно в рамках «Библия ночи» проходят различные мероприятия. Так, члены аниме-клуба «Данкетсу» совершенно безнаказанно разрезали библиотечные журналы и составляли коллажи, которые приняли участие в конкурсе «Весеннее настроение». В розовой гостиной была организована презентация психологического клуба «Качество жизни». Основное, конечно, занятие – это арт-терапия. В данный момент мы занимаемся техникой разговора с внутренним ребёнком. Планируем сегодня ещё заняться некоторыми техниками с метафорическими картами и, если чуть-чуть успеем, то песочной терапией. Поскольку я веду в основном индивидуальные и семейные, то групповые занятия бывают иногда для некоторых людей более эффективны, потому что группа сама по себе – это уже инструмент. И считаю, что реализация этого клуба принесёт много пользы нашим североморцам. Всем, кто посетил библиотеку в этот субботний вечер, специалисты учреждения предлагали посмотреть фильмы, представленные в рамках фестиваля «Северный характер». чтобы были stack-鑑б gy試кой будемicular разработки мой минимум по егорастной курсмах. Редактор субботин 저번 направлении Редактор суббот experiência. Редактор суббот sı Waltke 멋校 them.